Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купленов в плы и игрушечек под названием The First, между прочим. Да-да-да, что изменилось с момента прошлой серии? А ничего, представляешь, ничего вообще не изменилось, всё как было, так и есть. Зомби на всё пытается отсюда вылезти, но ничего не получается, туземцев нет. Я думал, чем заняться в этой серии, но один из подписчиков в критериях написал классную хрень по типу «А сделай, говорит, лавки вокруг костра и зажги там костёр, и будет типа прикольно». Я подумал, а действительно, почему бы не организовать у нас тут бардовский фестиваль, фестиваль бардовской песни и прочую херню. Я предлагаю, чтобы не было всё это так скучно, немножечко в другом стиле это всё сделать. А в каком стиле? Мы сейчас с вами посмотрим. Я предлагаю сделать здесь не просто круг с лавочками вокруг костра, а я предлагаю сделать этот круг в форме, так сказать, того самого, ради чего здесь сюда люди приезжают. Они же приезжают сюда играть на гитарах, правильно? Сейчас мы быстренько своим построим тут гитару, потом посмотрим, как это сверху будет выглядеть. Но кто сейчас расстроился, не думайте, мы не будем сегодня заниматься одной лишь постройкой гитары. Гитара это так, дело временное. Я сегодня придумал новый, короче, эксперимент. Что-то по типу лабиринта Минотавра. Так, что у нас тут вообще гитара-то получается какая-нибудь? Нет? Нет? Я что-то не особо понимаю, по-моему, получается какая-то херня. Ну да ладно. Я не производитель гитар, я не играю на них особо. Но у меня, по-моему, что-то получается в форме гитары. Это как бы небольшой набросок, естественно, что потом всё это будет выглядеть гораздо... Вот зачем ты сюда построил, скажи мне, пожалуйста? Ты вообще поломал мне весь дизайн моей будущей, так сказать, балалайки. Ну да ладно, она нам не особо много чего испортила. У гитары, у неё есть загибы. Как и у женщины, у гитары должны быть загибы. Но у нашей гитары что-то по загибам всё херово. Вон, кстати, пришли уже наши абзименцы, аборигенцы. Так, давайте посмотрим, откуда они вылазят. Они вылазят отсюда, хорошо. Здесь тогда, кстати, и можно будет всё это придумать. То, что я хотел сегодня сделать. Их тут очень много появляется, это на самом деле замечательно. Надо бы сделать нам с вами небольшой для них... Уйди. Да вы перестаньте, я говорю. Надо сделать для них небольшой лабиринт. Вот оно чё. И будем над ними издеваться... Да что ты, блядь? В лабиринте будем над ними издеваться. Представим себя чем-то типа Минотавра, а не попавшие в плен. Обычные путники, которым просто разорвут очко. Так вот, это гитара. Собственно, кто не понял, это барабан. Кто не знает, что такое барабан у гитары, тому срочно надо заняться. Я не знаю, сходить в музыкальную школу, чтобы ему там рассказали, что такое барабан, да ты чё делаешь-то? Воу-воу-воу, мать, подожди, ты чё-то как-то это, лихо прям меня уделала. Стоять! Стоять, тварь! Ты не уйдёшь от меня! Ну-ка, стой! Ты смотри! А часы опять работают. А я нарулила, короче, и свалила. Неплохо. Так, это у нас, собственно, будет дырочка. Под этот, как он называют. Под... Ну, короче, чтобы звук туда заходил и из барабана потом выходил. По-моему, он должен выглядеть как-то так. Немножко кривовато. У нас, по-моему, получается какая-то больше лютня здесь, а не гитара. Но ничего страшного. Гитары, они бывают разные. У каждого, так сказать, какие-нибудь кривые или ещё чё-то типа того. Мы не будем особо заморачиваться по этому поводу. Уйди! Да перестань ты меня долбить! Чё, какая неадекватная-то! Стопэ! Тварь! Замечательно, разобрались мы с этой падалью. А это гриф. Собственно, это у нас получается гриф. Гриф у гитары должен быть длинным. По-моему, размером с сам барабан. Как-то примерно, наверное, получилось даже немножечко, по-моему. Но как-то глупо всё это смотрится, но всё равно. Когда мы это построим, это будет гораздо лучше. Ещё бы какой-нибудь, я не знаю, режим бога, режим полёта бы здесь найти, чтобы посмотреть на это произведение искусства сверху. Потому что оно должно выглядеть просто замечательно. Ну вот, в принципе, нормально, да? Здесь как бы у нас пойдёт гриф. Небольшой такой. Гриф это то место, куда у нас крепятся струны. Если кто-то не в курсе, то я думаю, вы все в курсе, что вот такой у гитары гриф. Правда, это какой-то кривоватый получается. Ну да ладно. Струны-то мы всё равно... Да что ж ты будешь делать? Струны-то мы всё равно натягивать не будем. Насколько я понимаю. Потому что если мы будем натягивать чё и струны, то будет беда. А вот эта лавочка, она как бы и получилась немножечко не в тему. Но мы её приспособим как бы колок. Кто знает, ну я, естественно, повторяю ещё раз. Кто знает, что такое гитара, они должны представлять, что такое колки на гитаре. В принципе, как раз, смотри, под шестиструнную, по три штучки с каждого этого получится замечательно. Придётся всё-таки тогда и струны натягивать нам, чтобы уж гитара-то была очень достоверная. Открою здесь свой бардовский фестиваль с аборигенами. Будем петь какие-нибудь аборигеновские песни там, я не знаю. Ещё чё-нибудь. У нас будет всё замечательно. О, они опять приходят, смотри. Замечательно. Так, чуваки, подожди. Ты пришёл на фестиваль, рано пока закрыто. Я ещё не привёз пивасика, не закупил свитеров вам тёплых, чтобы вдруг не замёрзли у меня ночью. Поэтому, ребятки, не торопитесь. Строим, строим нашу гитару. А, подождите, я ещё не полностью гитару построил. Я забыл про колки. Ой, не про колки, а про лады забыл. Во. Лады-то тоже надо будет нам накинуть, чтобы это хорошо звучало. Потому что прижимая струну без ладов... Чё, как громко-то? Секунду. Убавлю зуб, мол, я к себе. А вот это я совсем не убавилась. Ну ладно, выкинь этот камень отсюда, мне мешается. Бля, опять бегут где-то. Где они? А вот эта падла опять неэдекватная бежит ко мне. Да уйди ты, я сказал тебе, тварь. Замечательно. Вот, собственно, наша гитара. Отличное произведение. Всё, замечательно. Сейчас ладов ещё наставим, чтобы вообще красиво было. А, на обычной гитаре, по-моему, сколько? Чё-то в районе 19 или 26 ладов. Я уже не помню. Раньше я всё это знал, конечно, сейчас уже не помню. Отлично. Замечательно. Ну вот, красота же, ты посмотри. Как бы на это сверху-то посмотреть? О, отсюда. Давайте посмотрим, как это всё выглядит у нас. Прыгай наверх. Ну? Разве это не шедевр? Это же просто... Это произведение искусства. Это гитара. Мы будем на ней играть. Убери топор, пожалуйста. Я прошу тебя, убери его. Как бы убрать-то его? Так, у меня мужик в эту врезался. Естественно, гитара должна нормально светиться. Нормально должна показываться. И чтобы это всё хорошо у нас смотрелось, я предлагаю... Чувак! У тебя есть гитара с собой? Падал, только со своим инструментом вход. Понял? Я на проказ здесь не даю. Это мой инструмент, отстань от неё. Естественно, здесь надо наставить там костров, чтобы это всё хорошо смотрело, всё хорошо горело. Не знаю сколько, не знаю зачем, но при наступлении ночи это будет смотреться довольно-таки неплохо. Мне кажется. Ну, вообще замечательно будет. Построили большую гитару. Сказать, бардовский фестиваль для тузенцев. Почему нет-то? Строй, поджигай. Строй, поджигай. Отлично. Строй, поджигай. В центре гитара должна гореть. Естественно. Это такая, знаете, гитара какого-нибудь там Джимми Моррисона там, или Курты Кабейна. Такая знаменитая, легендарная, горящая гитара. Замечай. Куда ты полетел-то у меня? Да хватит прыгать так сильно. Чувак, выкинь свой камень, он тебя перевешивает вообще очень плохо. Ну вот, собственно, мы с вами построили гитару. Теперь здесь можно организовать бардовский фестиваль. Сейчас мы разберемся вот с этим чуваком, который пришел на фестиваль, не зная текста, и споем небольшую песенку. А кто знает бардовские песни, те, естественно, будут мне подпевать. А я начну, пожалуй. Всем нашим встречам разлуки высуждены, высуждены. И мы с тобой тут что-то остались одни, остались одни. И все вместе, ребятки. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встречусь я с тобой. Михалыч, тащи пивас. Милая моя, водку не забывай, солнышко лесное, такая вот бредятина, вообще просто полнейшая. Да ладно, гитара у нас, собственно, построена. Так, ну давайте теперь займемся производством лабиринта. Я не знаю, хватит ли нам тут места для него. Аборигены выходят у нас отсюда. Соответственно, здесь их надо запереть, чтобы они не смогли спокойно отсюда выйти и сразу выходили в мой лабиринт. Хорошо. Как-то вот так это должно выглядеть. Лабиринт, что из себя представляет вообще лабиринт? Если вы сейчас введете в Википедию слово лабиринт, то вам Википедия напишет. Лабиринт это какая-то херня, которой можно без проблем заблудиться. Поэтому в лабиринт особо заходить не надо. Лабиринты делают из камней, из листьев. В саду делают лабиринты, садовники, например. Так, отлично, здесь абориген пройдет. В принципе, должен, наверное. Не будем очень сильно сужать лабиринт. Нам потом надо будет как-то залезть наверх и наблюдать за тем, как бедные и бестолковые аборигены пытаются из него выбраться. Они же, естественно, попытаются из него выбраться, как ни крути. Им же надо выйти на волю, им же надо меня ударить. Поэтому они будут стараться изо всех сил. Замечательно. Так, здесь проход вроде пока нормальный. Вот сюда. Ну да, но должен выйти как бы как, в принципе, все хорошо. Сюда лабиринт. Лабиринт, кстати, он должен не просто быть прямым каким-то. Он должен расходиться на несколько путей. На несколько путей. Вот как это сделать, мы сейчас с вами подумаем. В принципе, можно поставить двери. Например, вот сюда. Окей, давайте сюда поставим дверь. Вот сюда поставим дверь, в принципе-то. Так, я там не окно построил. Нет, все правильно, я поставил здесь дверь. Достраиваем. Замечательно. Красота. Ох, вот это веселуха нас сегодня, ребята, ожидает. А ты представляешь, что будет твориться? Они выбегут такие, а чё? Куда? Как? Где выход-то? И будут бегать здесь просто в панике. Бегать и кричать, бегать и кричать. А мы будем сверху над ним бегать и издеваться. А потом запрыгнем внутрь и устроим им сражение с Минотавром, чтобы знали, падлы, с кем они связываются. Прицепись. Прицепись. Спасибо. Сюда прицепись. Не хочешь? Почему? Почему ты не хочешь прицепиться мне сюда? Не хочешь почему-то. Ну да ладно. Построим. Надо построить просто очень огромный лабиринт, чтобы было много ходов. Кстати, вот оттуда и со входа тоже надо лабиринт организовать, потому что они отсюда тоже заходят постоянно. Надо их тоже довести, завести, так сказать, в мое орудие для убийства, чтобы они смогли из него выбраться. Отлично. Как-то вот, наверное, отсюда пойдем, да? Пройдут они тут. Замечательно. Они просто не будут понимать, что они на самом деле ввязываются в бесполезную игру, в которой у них нет шанса на победу абсолютно никакого. Спокойно, соединись. Красавчик. Сюда. Замечательно. Так, не очень сильно будем это все заширять. Ой, блин! Как... Ай, не так построил. Что ж ты будешь делать-то? Немного не так, потому что я построил прямо сюда, а сюда они не пройдут, потому что здесь ловушка. Они будут в нее просто упираться и не будут бежать. В принципе, хотя, если вдруг мы, например... Нет, так не получится. Они здесь все равно не пройдут. Окей, это надо будет сейчас перезагрузиться. Да построй ты мне эту хернюю костер свой поджигаешь. Вот, отлично. Здесь потом достроим. Хорошо. Вот здесь мы поставим дверь сейчас с вами, чтобы они смогли сюда зайти. Нет, мне не надо. Мне надо дверь. Чтобы они смогли забежать в эту часть лабиринта. Я не конструктор, я не дизайнер, я не проектировщик, поэтому особо не ругайтесь. Я не понимаю, что, если честно, я сейчас строю. Вообще никак не понимаю. Как это все будет выглядеть? Так, они, в принципе, этот проход будет идти сюда. Они сюда забегут. Здесь мы им тоже поставим один проходик небольшой. Оставим. Так, здесь пройдут хорошо. Давайте сразу... Нет, сначала построим. Сразу вот отсюда. В принципе, можно прямо отсюда довести. Как-то вот до вот этого края. Я, правда, не понимаю, как немножечко все это будет выглядеть. Но все равно не будем особо подзапариваться по этому поводу. У нас все получится. Главное верить в свои силы. Главное верить в свою удачу. И все будет хорошо. По-моему, все пока нормально получается. Я, наверное, сам залужусь скоро в этом лабиринте. Просто полностью. Отлично. Так. Вот здесь надо им переградить ход. Точно. Тогда они по-любому попадут в мой лабиринт. О, как я придумал. Если мы здесь им преградим путь, они по-любому попадают в лабиринт. Замечательно. Не-не-не. Не надо мне так. Построй. У них не должно быть просто другого выбора. Они должны по-любому сюда попасть. То есть вот здесь они заходят. Здесь они пробегают. Здесь мы, в принципе, можем застроить тогда точно сразу. Почему нет-то? Поверни. Вот так вот к ловушке. То есть либо в ловушку, либо куда-то там на выход. Правильно я понимаю? Потому что здесь они всяко не пройдут. Вот. Замечательно. Отлично. Теперь главное самим отсюда вылезти. Самим отсюда выйти. Вот. Красиво. Так. Теперь они сюда могут выйти. Сюда могут пройти. Каким образом? Вот таким образом. Здесь надо, значит, загородить. Замечательно. Мы-то с вами можем лазить по стенам. Нам, в принципе, не грозит попадание в этот лабиринт и невозможность из него выбраться. Потому что мы с вами можем лазить абсолютно по всему. Кстати, аборигены. Так, где вход-то у меня? Вот он. Аборигены тоже могут лазить вот по этим крышам. Поэтому здесь надо, наверное, загородить эту хрень, чтобы они не смогли на нее залезть. Не понимаю, правда, как это будет работать. Ну да ладно. Они не должны по ней залезть никуда. Должно им как-то это помешать, правильно? Мне же мешает. Мне мешает. Отлично. Так, они, значит, заходят такие. Думают, о, куда мы попали. Здесь они не выйдут. Если и выйдут, то они пройдут сквозь ловушку. А сквозь ловушку они пройти не должны. Но это надо предохранить. Так сказать, такие ситуации. И построить отсюда тоже еще один забор. А соединить вот с этим. Замечательно. Да не должны они здесь пройти никак вообще. Так, куда идет у нас эта хрень? Здесь тоже мы давайте поставим вход. Вот такой вот. В наш лабиринтик. Замечательно. К этому мы приэшпандорим вход. Подожди. Вот в эту сторону строй. Замечательно. Как-то криво. Ну да ладно. Криво, так сказать, это все равно хорошо. Если мы будем строить идеально ровный лабиринт, у нас с вами ничего не получится. Аборигены могут догадаться о его структуре. И просто нас обмануть. И не попасться в него в очередной раз. Поэтому мы будем строить хаотичные, так сказать, стенки. Не надо. Вот сюда. Замечательно. Так, ну а здесь в принципе тоже нам можно поставить еще один выход. Почему нет? В лабиринте же должны быть тупики, правильно я понимаю? Да, действительно, они должны попадать в тупик. Так, смотрите, как тут замечательно. Тут не пройдешь. Тут у нас сетка. Тут у нас чего? Тут у нас, значит, абориген заходит в панике, в панике. Тут тупик проходит сюда. Куда он идет? Так, он идет куда-то в другую сторону. Хорошо, давайте. Построим аборигену еще один путь, так сказать. Как она стоит? Я что-то не вижу ничего. А, вот. Так, замечательно. Он приходит сюда. А, здесь стена. Классно. Он просто, короче, от всего этого охуевает и думает, да как так-то? Как пройти-то? Замечательно. Так, вот здесь он выходит. Здесь тоже надо поставить стенку. Ага, замечательно. Красиво просто. Здесь какой-то здоровый. Ладно, здесь абориген зайдет сюда и подумает, что за херня. И не сможет отсюда выйти. Нет, это надо как-то связать вот с этим вот проходом. Потому что если они зайдут сюда, они отсюда уже больше никак не выйдут. Поэтому здесь надо поставить дверь. Здесь надо поставить дверь. Блин, они через дверь могут лазить же, правильно я понимаю? Ну, ладно. Они не догадаются, что через дверь они могут пролазить. Давайте здесь его закруглим. Да что ты? Ааа, блин! Ты что делаешь-то? Ёбаный дурак! Вот это я пересрал сейчас. Вот это поворот. Так, забегайте в лабиринт, чуваки. Блин, как внезапно это вообще все это случилось. Так, тут тупик, отлично. Но они же не такие умные, как я. Они могут здесь так быстро двигаться. Чувак, вот ты меня перепугал вообще сейчас. Подожги тотем. Блин, я вообще пересрал, если честно, просто. Чувак, не делай так больше никогда. Иди сюда, мудила. Ненавижу тебя, падло. Все, замечательно. У нас что-то темно стало совсем. Так, это мы достраиваем. Вот это я пересрал сейчас. Вот это пересрал. Так, ты у меня все растешь. До сих пор теннисный корт у меня не вырос почему-то. Это плохо. Так, я сейчас предлагаю сохраниться и поспать, потому что я уже ничего не вижу. Немножко потерял нить своих событий. Так, здесь бесполезные стенки, они здесь не пройдут. Плохо. Ну да ладно, где у нас сохраняшка-то наша? Сохраняшка у нас была где-то тут. Нет, не тут, вот тут. А, вот она, отлично. Просыпаемся утром по-любому. Давай, порадуй меня, пожалуйста. Утром, утром, солнце, свет. Хер, там, блядь, как? Давай еще разочек. Ну? Что ты будешь делать? Ну-ка, спи давай. Проснись утром. Да утром, говорю, проснись тебе, нет? Или это утро такое? Такое херовое утро, что ли? Чуваки, это, по-моему, прям как лето в средней полосе России. Дождик. Плюс 10. Классное лето, на самом деле. Почему нет-то? Я ничего не вижу, но, походу, он утром просыпаться не хочет. Здесь очень... Ты ж дуржа, что Сас, тебя не делай так никогда. Мне страшно. Так, костер. Давайте подождем костер, потому что я ничего не вижу. Во, нормально. Так, тут у нас проход. Тут нам надо вот это вот загородить. Причем загородить так, чтобы эта падла не напала на костер. Потому что если она нападет на костер, она сгорит. А нам не надо, чтобы они сгорали. Бля, она так и так попадет на костер, да? Ну да ладно. На костер так на костер. В принципе, мы можем и сами с ними побегать по лабиринту и, так сказать, поорать. Потому что от внезапной встречи с аборигенами я постоянно ору. И они, собственно, тоже будут от этого дико угорать. Есть! Курить! Здорово, мать! Чё сидишь? Пошли со мной. Хочешь, провожу тебя по лабиринту? Сука, слезь! Слезь, я сказал. Дайте мячик мне. Быстрее. Ну-ка, слезь давай, эй! Дайте мячик ещё один. Да мячик дайте мне. Это вот нормально вообще, да? Раньше, то есть, эти мячики прям брались толпом, а сейчас не хочет. Мать, слази. Я понимаю, конечно, что ты тот ещё к оперфильтой можешь сидеть в воздухе, но это не смешно. Пойдём, будешь помогать мне строить лабиринт. Будешь контролировать сверху мои движения, чтобы он получался более-менее каким-то нормальным. Так, откуда они ещё заходили? А вот откуда они здесь появились? Скажите мне кто-нибудь. Они резнулись из этой ловушки, что ли, из этой домушки? Просто другого варианта я не нахожу. Сюда зайти никак через ворота они не могли. Соответственно, я делаю вывод, что они появились откуда-то отсюда. Только вот откуда? Этого я не понимаю, если честно. Блин, ну почему ты не хочешь поспать-то? Давай поспи. Утро! Дай мне утро! Два они бегут уже! А где они бегут-то? А, они через ворота пролазят. Не, чуваки, вам тут делать нечего. Тут у меня лабиринт и стройки. Она до сих пор сидит. Вот! Откуда ты тут взялся? Скажи мне, пожалуйста. Ты же не можешь пробежать через этот забор, друган. Умри. А где с фонариком? Он где-то бегает по забору здесь. Я его не вижу. А, вон он. А я могу лазить по забору. Я человек-паук. Человек-кошка. Я человек-всё. Слезь оттуда, падла. Я из-за тебя поспать не могу. Ты можешь это понять или нет? А? Ха-ха-ха. Сбил паскуду. Будет знать, как тут сидеть мне, строиться, мешать. Замечательно. Всё-таки откуда-то они появляются. Ну и ладно. В принципе, можно из всех домушек построить дома в мой лабиринт, проходы. Чтобы они по-любому из всех этих домов вылазили ко мне в лабиринт. После этой серии придётся игру начинать заново, потому что столько построек. Игра у меня будет прогружать в вечность буквально. А вечность я не хочу ждать загрузки. Поэтому мы с вами здесь поугараем. А потом по-новой загрузимся. А-а-а. Блин, я надеюсь, они вон там не появляются. Потому что если они появятся здесь, они будут в тупике. И никуда отсюда вылезти не смогут. Это плохо. Ну да ладно. Лабиринт получается немного кривоват. Но это не самое страшное. Самое страшное, если у нас ничего не получится, в конце концов. Но у нас должно всё получиться. Я просто в этом уверен. Так, его надо как-то, наверное, закруглить. В принципе, сделать здесь им защитный тотем, от которого они обосрутся. А потом будем смотреть, как это всё работает. Давайте попробуем как-то так. Всё будет очень криво. Всё будет очень плохо. Здесь есть проход? Так, здесь есть дверь. Замечательно. Значит, здесь они пройти могут. Значит, здесь мы строим дверь. Ага. Так, сюда. Сюда мы, наверное, его закруглим. Пойдём в эту сторону теперь. Вон с тем забором надо его соединить немножечко. Я так понимаю. Чтоб было хорошо. Но здесь ещё бы желательно поставить, естественно, дверь. Чтобы они могли отсюда выйти. Только куда, я не понимаю. Потом придётся ещё и здесь построить что-то. Окей. Нормально. Мне нравится пока. Конечно, не очень сильно, но... Всё равно хорошо. Ладно. Да хватит своей костры попалить. Как-то так. Симпатично, получается. Ничего не хочу сказать. Вроде как симпатично. Но многие напишут, что это какая-то херня. Я, в принципе, полностью с ними соглашусь. Потому что другого, говоря, ответа просто... Другого названия для этого я не нахожу. Так, хорошо. Теперь нам надо здесь, наверное, построить, как бы, закруглюшину... Закруглюшину вот сюда. Здесь у нас будет бардовский фестиваль происходить. Но этот бардовский фестиваль я ограждать не хочу. Через лавки они могут бегать. Мне кажется, они вообще через всё, что угодно могут бегать. Поэтому не будем запариваться по этому поводу. Начнём строить сюда. Какой-то широкий, получается, лабиринт. Да, в принципе, нормально. Нам бы его закруглить сейчас как-нибудь. Закруглить и замкнуть. И будет замечательно. Только как его закруглить и с чем его замкнуть, я немножко не знаю. Ладно, давайте как-то вот отсюда, что ли. Вот до туда, до двери, до этой закруглим его. И будет, наверное, нормально. В принципе, а потом перезагрузим все и посмотрим, как аборигены будут вести себя в этой ситуации критической для них. Потому что это ж серьёзно, для них будет реальный стресс. Они проснулись и остались в лабиринте. Отлично! Просто вот это, вот это хорошо. Вот это будет тупик. Зачем он здесь нужен? Я не понял. Ладно, мы потом достроим здесь эту... Нам не нужно эту стенку строить, я понял. Мы не будем её строить. Приконнекте вот сюда. Вот, замечательно. Ага. А то мы аккуратненько строить не будем, чтобы там был проход. Построй. Вот, замечательно. Здесь не будет стенки. Здесь будет проход. Отлично. Теперь достраиваем вот эту часть нашего лабиринта. Ага. 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 О, гитара не достроена, да посмотри. Так, а вот отсюда они появляются, интересно, или нет? Я даже и не знаю. Наверное, они должны отсюда появляться. Опа. Опа. Ну. Не, вот сюда построй. Отлично. Предлагаю из палатки тоже сюда выход построить им. Вход, так сказать, в лабиринт. Я бы, в принципе, мог ко всем построить, в любой вход. Но, блин, это получится как-то немножечко глупо. И очень долго. Хотя, вот так нормально. Отсюда они никак уже не зайдут. Здесь они, в принципе, появляться не должны. Просто если делать вход из каждого дома в каждый лабиринт, то это будет плохо. Пойдемте сами в него зайдем сначала. Замечательно. Так, ну, более-менее как-то все запутано стало. Непонятно, что, откуда. Абориген приходит такой. Опа, что такое? Ага, вот сюда побегу. Сюда бежит такой. Раз и... Топик, да ладно? А здесь выход есть. Они здесь могут выбраться. Но у них ничего не получится. Здесь есть костер? Почему здесь так темно? Ну-ка, подожгись давай. О, спасибо. Так, он, значит, бежит, 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 бежит. Здесь он делает выбор. А, здесь выбора у него нет никакого. Вот здесь он может сделать выбор. Побежит сюда. Тут тупик. Или что он дальше побежит? Проверить. Ага, здесь уже другие аборигены его ждут. Он побежит сюда. Такой, опа, на выход здесь бардовский фестиваль. Здесь гитара. Здесь свободное пространство. Это надо как-то ограничить. Я понял. Окей. Надо все на собственной шкуре сначала испытать, чтобы понять, как это строить. И тогда все будет хорошо. Во, отлично. Замечательно. Просто красиво. Так, а и вот сюда надо еще за... Ну да ладно, нормально. Вроде смотрится неплохо. Теперь бы нам понять, где вообще столько аборигенов набрать, чтобы они все по этим лабиринтам-то у нас бы уж дали. Так, здесь у нас тупик, да? Здесь я ничего не вижу. Пойдем поспим, скорее. Сколько можно-то? Так, а теперь мне как туда-то выбраться? Алло, где мое сохранение-то? Ну-ка, пойдем. Давай, пролезь. О, нормальды. Погнали. О, отлично. Сохраняшечка. Ну, наконец-то. Неужели утро настало? Так, тут мы пройти не можем. Мы теперь сами в свой лабиринт зайти не можем. Замечательно просто. Ну, нет, мы зайдем. У нас все получится. А аборигены нас здесь в любом случае вообще никогда не найдут. Так, здесь у нас как-то слишком свободно. Это надо пространство им ограничить, а то они слишком сильно здесь разбегаются. Так, вот отсюда давайте сделаем проход им. Потому что в этой палатке они тоже, в принципе, могут появиться, насколько я понимаю. Пусть заходят здесь внезапно. Так, а там есть? Будет проход у меня, нет? Ну, при коннекте. Не, как-то тухловатенько не надо. Надо будет завернуть потом. Немножечко завернуть. Вот так вот его. Во! Это уже получше, это уже пошире. Так, здесь тоже надо поставить загородочку, чтобы они сюда не убежали, потому что там лабиринта нет, им там делать нечего. Во! Опа! Такой оп-оп-оп! Как все плохо. Так, здесь надо немножечко подрезать. Слишком широко. Слишком неприятно, слишком некультурно. Здесь поставим мы с вами дверь. А откуда здесь этот лабиринт идет? Он тут что-то охраняет? А, это просто мой забор! Так, отлично! Здесь нам тоже надо перегородить, чтобы они туда не убегали. Понял. Окей. Опа! И опа! Во! Вот это хорошо! Так, сюда они уже не убегут. Здесь у нас что? Здесь у нас все хорошо. Здесь как-то широковато. Об этом я уже говорил. Тогда придется построить немножечко вот тут еще. Зачем только? Непонятно. Но она пригодится. Так, здесь пока все нормально. Окей. А надо было и предварительно, естественно, мне нарисовать карту этого лабиринта, чтобы самому в нем не заблудиться. Но это как-то было бы глупо, потому что я не знал реально свободного пространства, и как оно все вообще должно выглядеть, и получится ли оно у меня или нет. Поэтому я не стал заморачиваться с картой. Так, здесь нормально пока. Ага. Вот здесь бы как-нибудь поставить где-нибудь какую-нибудь дверь, соединяющую эти два пространства у нас. Например, вот тут вот ее поставить. Пусть они подзапариваются с этим делом. Нормально вообще. Во! Отлично. Нормально. Так, здесь мы просто загородим. Здесь мы просто загородим. Да, так оно и должно быть. Так, вот так. И еще одну. Во! Нормально вообще! Так, здесь они, значит, заходят. Сюда они проходят. Так, здесь слишком широко. Надо размельчить. Размельчить над заборчиком, немного порезать это дело. Но мы и порежем, естественно. Вот. Здесь будет небольшой загон. Надеюсь, что земцы маленько подохереют. Типа, откуда это тут взялось? Не должно было быть. Мы их должны запутать. Максимально запутывать. Максимально много стенок должно здесь стоять. Так, вот здесь что-то непонятное у нас слишком широко. Так, здесь выход. Здесь мы, значит, достраиваем еще. Ага. Отлично. Сюда. Ну-ка. Во! Красота! Так, здесь у нас выход здесь тоже широковато. Здесь надо сделать угол. Чтобы они не сильно расслаблялись. Опачки. Ай, блядь, дерево не пройдут. Пройдут, пройдут. Туземцы пройдут. Я прохожу, туземцы пройдут. Замечательно. Немножко закривил, ничего страшного. Туземцы, главное, что они там пройдут. Остальное нам не важно. Потому что туземцы могут пробегать где угодно. Тем более там, где могу пробегать я. Так, все очень глупо, все очень тупо, все очень непонятно, все очень запутанно. Я уже и сам, если честно, заблудился. Как отсюда может выбраться туземец? Вот он бежит сюда. Такой, оп. И опять, прикинь, пробежал вокруг. Такой думает, да как так-то? Ну-ка. Тупик. Да что ж ты будешь делать-то? Где этот выживший? Опять тупик. Можно в прятки с ним играть. Так. Да что ж ты будешь? Опять тупик. Да как так-то? Да епте. Какой вообще? Где выход-то? Помогите. Помогите. Бегает в панике. Представляете? Вот я сейчас просто показываю вам это все действие от лица туземца. Он не понимает реально, как выйти на процесс отсюда. Вот выход! Точно? Это будет им награда. Они должны отсюда выбраться как-то смуч. Бля, вот я об этом и говорил. Туземец появился там, и теперь он никак не может зайти в мой лабиринт. Правильно я понимаю? Или как-то все-таки может? Не, он не может туда забраться. Черт. Ааа! Плохо вот это, конечно. Это, конечно, отвратительно. То есть они здесь все-таки появляются. Да они пробегают, он через эти. Как так-то вообще? Ну неплохой, в принципе, у нас лабиринт получился. Давайте сохранимся. Где выход-то из него? Где они вообще? Я их не вижу. А ты-то как туда попала, э? А ты сюда зайти тоже никак не сможешь, да? Здесь все перегорожено. Действительно. Она сюда зайти никак не может. Но мы можем выйти к ней. Ладно, хрен с ней. Здорово. Да, я тебя убью быстренько. До свидания. Он уже там бегает, что ли? А как туда попал-то, друган? А, смотри! Лабиринт-то действует. Он не понимает, что происходит. Он вообще запарился такой. Да где выход-то? Что за херня-то? Так, здесь этого не было. Пойду-ка я туда прогуляюсь. Так. Это тотем. Это не то. Хорошо. Я запомню это как местоположение. Так, пойду сюда посмотрю. Тут у нас что? Так. Тут у нас какой-то выход. Ну-ка пойду прогуляюсь сюда. Пойду, пойду посмотрю. Так, что-то я не понимаю. Подожди. Чувак, тебе надо действовать. Вот, отлично. Иди туда. Так. Ага. Надо бы, наверное, нарисовать карту. Я здесь был или не был? Я ничего не понимаю. Что-то вообще непонятно. А кто еще отходит? А, он один сидит. Так, ладно. Пойду туда. Не, что-то не хочу. Может, все-таки тут постоять. Или в стенку потупить. Есть выход? Нет? Ничего не понимаю. О, здорово, друган. Привет. Ты тоже хочешь по лабиринту со мной походить? Ну, пойдем в догонялки поиграем. Слабо меня догнать? Смотри, а я от тебя убежал. А-а-а. Иди меня найди. Чувак, здорово. Эй. Эхе-хе-хе-хе. А, бля. Вот это веселуха. Вот это я понимаю. Воу. Догонялки. Смотри, чувак. Погнали. О, здесь тупик. Тихо. Нет, не то. Чувак, дай выйду. Быстрее. Тихо, 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 тихо. Опачки. Опа, опа, опа. Спокойно. Здесь можно будет устроить с ними догонялки. Вот это вообще веселуха будет. Ладно, давайте. Сохранимся, загрузимся. И устроим догонялки студентцами. Это будет довольно-таки весело. Я просто уверен в этом. Погнали. Опа. Сейчас устроим тут шабаш. Я не знаю там. Здорово. Отстань. Давайте загружаться. Лоад, так сказать. Я не знаю, сколько это будет загружаться. Засекайте. Кто-то, по-моему, в прошлый раз, когда я построил эту огроменную лестницу и переградил там этот большой зоопарк, у меня грузил где-то полтора минуты. Кто-то, короче, взял и засек. Кому-то делать нечего было. Теперь так же можете просто взять и засечь. Я думаю, сейчас будет поменьше, где-то, наверное, с минутку. Потому что оперативочки мои 16 гигабайт должны очень быстренько все это прогрузить. Иначе зачем они нужны, эти 16 гигабайт, если Forest, по-моему, идет только на 64-битных системах. Да, это так. И должно, в принципе, использовать все 16 гигабайт. Ну, привет. Славный мир, The Forest. Пойдемте. Сейчас сначала посмотрим, где у нас аборигены зайдут. Так, здесь отлично. Здесь мы пройдем к нашему лабиринту. Да, здесь все хорошо. Здесь ловушка. Здесь они, в принципе, могут пройти. Здесь они, в принципе, могут зайти. Давайте их здесь будем ждать. Заманим их сюда, ко мне. Тем более, что вон там из дома еще должны они резнуться. Где-то вот тут вот. Ну-ка, залазь туда. Хорошо. Так, у нас Бардовский фестиваль закрытый теперь. Вот это да, ты посмотри. Вот это чистокол. Вот это лабиринт. Вот это они сейчас тут побегают. Давайте теперь просто остается нам ждать. Всего лишь подождать несколько минут, пока придут аборигены. Кстати, кто-то нормально пошутил, что рядом с лавками стоит баня в капитале. Я поржал, реально. Ну, а что, похоже на баню, действительно. Нам бы здесь надо бы прорубку сделать. Прорубку, говорю. Прорубить, короче, выход туда, к озеру. Чтобы, так сказать, из парилочки и прямо в воду. В холодненькую искупаться, поплескаться и потом назад на полок. Чтобы не завалять. Чтобы ляжки свои пропарить. Все свои попы, письки тоже пропарить. Чтобы все это работало и никогда это все не болело. Аборигены, пойдемте. Во, уже появились, по-моему. Я слышал сейчас звук. Они появились, нет? Я не вижу. Пока я никого здесь не вижу. Надо было не делать таких закрытых этих. Надо было просто строить от всех заборов все к центру. Вот эти всякие проходы, ходы, короче. Они просто подзапарились, реально. А так хрен его знает. Вон там, если они появятся, они там просто потеряются и никуда тут не выйдут. Потому что там у нас загорожено. Вот от этой палатки, которая сейчас в центре, вот до этой палатки можно пройти только... В принципе, он там можно. Ну да. Это вот как бы от закрытых у нас участок появился. Здесь они не появляются. Этот участок нам не важен. Они еще могут вылезти из всех палаток. Но, в принципе, из всех палаток у нас идет выход в наш лабиринт. Поэтому эти аборигены попадут нормально. А те аборигены будут бегать там. Не знаю. Как возможно, они будут как-то подсказывать. Например, Форт Боярд. Такой, знаете, форестовский Форт Боярд. А те туземцы, которые у нас не попадают в лабиринт, они будут смотреть на камеры и подсказывать тем участникам, которые в этом лабиринте будут подсказывать, где ключ и куда им надо бежать. Замечательно. А ключ будет висеть на этом дереве. И из лабиринта надо добраться до этого дерева. Точно. Нам осталось найти поста на и паспарту. А еще пригласить сюда Валуеву, чтобы он все это провел. Тогда все это будет довольно весело, довольно забавно. Вы где? Скажите мне, пожалуйста, товарищи аборигены. Мы уже запарились вас ждать. Мы уже тут сценарий написали, понимаете? Пока у меня в лабиринте лазит только ворон. Он тоже решил, короче, поугарать по этому делу. Один идет вон на гитаре играть. С зайцем они там решили замутить. Смотри, ворон прям реально походит по лабиринтам у меня. Отлично. Но вы где? Ребятки, товарищи аборигенчики, заходите. Я готов принять вас в своей игре. Ха-ха-ха-ха. Вот здесь они должны появиться. Появляйтесь. Давайте пока побегаем, поизображаем туземца. А-а-а, как так-то? А-а-а, 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 блядь. Вот он, короче, в панике будет. А-а-а, я здесь был уже. Нет, как это? Отлично, бегу, все, нормально. А-а-а, испугается он здесь тотема по-любому. Вот здесь он пробежит, скажет, чуваки, как пройти-то? А ему там говорят, так, беги, беги. Сейчас бежишь, короче, прямо. Потом бежишь направо. Он такой, опа, направо, отлично. Так, да, вперед, вперед, направо. Он бежит направо, а здесь закрыто. Он, нет, здесь тупик, чувак. А вот и они. А вот и мои друзья. Замечательно. Так, залазим быстрее. Ох, они бегут как быстро. Воу, 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 воу. Наверх, наверх. Следить, следить. Вот и подожди. Следить за процессом. Тихо, 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 тихо. Так, отлично. Пролазим туда, надо попасть на палатку. Воу, 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 воу. Сейчас ударю, сейчас ударю, сейчас получу. Отлично. Тихо, 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 тихо. Беги, беги, беги. Залазь, 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 залазь. Да залезь ты сюда, падла. Отлично. Вроде пронесло. Хорошо. Заплыгивай. Заплыгивай, говорю. Заплыгивать, пожалуйста Так, отлично, они почему-то все затупили У нас какой-то не очень Рабочий лабиринт получился, ну да ладно Они все пытаются куда-то убежать А куда? Чуваки, это лабиринт, вам не надо бежать в стенку Понимаете? Вам надо бегать Вокруг как бы него За мной, искать меня А? Как вам такое действо? Ну или давайте попробуем спуститься К ним, будем от них бегать Может не встретимся ни с кем Так, чуваки, здорово, а вот и я Эй, алло Мать, иди сюда Друган О, отлично Один спасся, смотри, один выиграл Где он? Ха-ха, второй выиграл, чуваки Вы два первых места заняли Погнали, быстрее, 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 быстрее отсюда Так, я понял, чуваки, здорово Все, быстрее, опа, валим, валим, валим отсюда Где проход? Вот проход, бежим Ой, он меня нашел Он нашел меня, нет? Так, это не то Так, это тоже не то Они хотят загнать меня в тупик Пацаны, здорово Воу, 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 где-то рядом прям бежит Не слышу, где я, вижу Не вижу, точнее, но слышу Чувак, чувак, пойдем со мной Ты какой-то скучный, дружище Куда, куда, куда бежать-то? Я заблудился Я уже сам запутался, если честно Так, отлично, куда я? Ой, тихо, не туда Где, где остальные-то? Ни хера ты там орешь Здорово, чуваки Пойдем за мной, погнали Ой, ё-моё, быстрее Вот это скример, а, это просто ЗМС какой-то Тут еще варан с нами играет Че за херня, беги Ой, тупик Нет, стой, подожди Нет, как так-то Беги, бля Уйдите, уйдите, уйдите Бежим, 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 бежим Бежим, тихо, тихо Везде тупики, блядь, они окружили меня Они умные, они договорились Нет, 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 я выиграю Я выиграю в этом сражении Здесь тупик, тупик, тупик Здесь тоже тупик Главное, по кругу где-то забежать Спокойно Тихо, 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 тихо А здесь кто орал? Здесь же нет никого А кто орал? Воу, он бежит за мной Спокойно А здесь почему абригены не появились? Они должны в этой палатке появляться Вах, тихо, 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 тихо Ты выиграл, все, чувак, ты выиграл Ты догадал меня Смотри, он меня понял, он убежал А, нет Они зовут на помощь других Все, у них работает эта система Они подсказывают друг другу Быстрее, 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 быстрее Опа, а я уже здесь, смотри Ох, а ты здесь еще один, ты как так-то? Блядь, это тупик, тупик, тихо Ааа, нет, чувак, уйди, уйди Ой, спасибо А как это так сделал? Нихера себе Перекинул меня через эту Здорово, чувак, погнал я Дай пройду Спасибо Веселуха, прям не могу Где остальные? Че, я предлагаю всех перебить Закончить на этом серию Теперь я действительно минотавр Ну че, ребятки, теперь вам от меня надо прятаться, понимаете, нет? Где вы? Будем ходить очень осторожно Наслаждаться, так сказать, жертвами На Не попал На Хорош Раньше все время за нами кто-то бегал Раньше все время нас убивали А теперь этим займемся мы Кто там, иди сюда Ааа, здорово, боишься меня? Труп следующий Ааа, хорош Давай, подходи Ой Тихо, тихо, тихо Минотавра чуть не убили главного Так не честно Минотавр должен жить Минотавр хищник Минотавр всех должен убивать Здорово Отлично Так, кого сейчас ловушку должна убить? Никого она не должна убить Окей, она не работает Здорово До свидания Я главный Минотавр Я всех убил Кто-то еще есть живой в этом лабиринте? Ау Ребята Ау Есть кто? Ау Ну что, нет никого, что ли? Все, я всех убил Я главный Минотавр Я классный Я просто вообще Я огонь Я человек Минотавра Я построил лабиринт Загнал сюда туземцев И всех убил Спряталась Боится Смотря на как она неровно дышит В ней паника А что поделаешь? Минотавр Бессердечная тварь Да, он монстр А что вы хотели? Такие нынче пошли Минотавры Все? Все мертвы? Отлично Ну все, ребятушки Что? Предлагаю еще раз залезть на палатку Посмотреть, так сказать На тот шедевр Который у нас с вами получился Оценить всю масштабность этого проекта Балалайку мы с вами уже оценили Балалайка у нас получилась просто прекрасная Теперь осталось оценить сам лабиринт В принципе мы его уже оценивали Ну иди наверх, пожалуйста Я прошу тебя Наверх Иди, падла Во, замечательно Вот так вот выглядит наш лабиринт Довольно-таки прекрасное зрелище Просто классно Поэтому, ребятушки Ссылка на плейлист с остальными форестами Будет в описании под видео Подписывайтесь на канал На паблик На твиттер Комментируйте Ставьте лайки И всем до встречи на следующих бардовских фестивалях На следующих фортах Бояртах На следующих больших гонках На следующих других всех треновательных командных играх Еще что-нибудь придумаем Тем более, что обнова совсем скоро Все, всем пока Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода